добрый день мы начинаем демонстрацию базовых возможностей коробочной версии битрикс24 приступим первое что у нас попадает это живая лента живая лента это своего рода лента новостей компании внутренних новостей компании в том числе и здесь публикуются самые разные новости возможные какие-то анонсы также здесь можно добавить разные события отправить назначить какую-то дату к примеру планерки или выезда опрос к примеру где лучше проводить корпоратив и так далее благодарность перекрепить файл важное сообщение кстати можно опубликовать также процессы задачи проекта здесь публикуется список задач проектов по которым прикреплен определенный сотрудник и не только у каждой задачи есть свой план на выполнение есть время потраченная на задачу при записать при выполнении задачи нажимается кнопка старт при завершении задачи с кнопкой завершить время потраченное записывается во временные шкалы так здесь где-то почему-то не записалась вот финиш дальше что ну каждая задача может быть под задачи предшествующие задачи и последующие задачи это для комплексных задач которые следует разбить на много маленьких задач здесь можно получить по моему посмотреть весь список задач посмотреть список задач у которой сейчас умеется стату сидела в статусе помогаю иногда указанном к задачи можно прикрепить назначить сотрудника ответственного можно назначить помощника здесь задачи которые текущий пользователь получил и задачи которые текущим пользователя наблюдает здесь проекты по которым можно добавлять разные задачи канбан это доска по которой легко перемещать задачи очень удобно когда задачу задачу закрыл я просто переместил в другой список и все здесь можно посмотреть разные графики эффективности по задачам оценивается предполагаемое время и фактически затраченное время чаты и звонки этот раздел который отвечает за собственно говоря чаты и звонки которые можно совершать из битрикс24 из нашей crm предназначены для быстрой коммуникации сотрудников внутри компании есть возможность установить веб-месседжер для windows и других операционных систем linux и mac os и вести именно в них обсуждения переговоры разные по задачам группы это создание групп для разного обсуждения и в них приглашать разных людей каждая группа в каждую группу можно пригласить определенное количество сотрудников целый отдел и так далее группа может быть как открытыми для свободного приглашения так и закрыты исключительно по приглашению диск это файловое хроминилище crm в котором можно создавать определенные папки на каждой папке вести определенные права доступа запретить определенным группам пользователей доступ к одним папкам разрешить определенным пользователям доступ к определенным папкам и так далее и вести практически докумен электронный документооборот сохранять документы. Если подключить диск приложения B324Disk, то можно настроить синхронизацию с компьютера с этой папкой, с папками, которые доступны для записи и для чтения у пользователя и сохранять файлы сразу себе в папку на компьютере и файлы эти появятся тут. В свою очередь здесь будет сохранена история изменений, то есть будет версиозность разных файлов. Календарь, собственно говоря, событий, задач и разных мероприятий, которые есть в компании, к которым относится текущий сотрудник. Можно назначить разную встречу, планерку мероприятия или, к примеру, указать, что в этот день будет какой-нибудь корпоратив. Функционал здесь вполне удобный, можно предназначить на определенное время события, место проведения и так далее. Время и отчеты. Это раздел, в котором можно полностью наблюдать по загруженности сотрудников и их эффективной работе. Сколько сотрудники проводят времени за рабочим местом, когда сотрудники начинают рабочий день, когда они его заканчивают, сколько они отрабатывают в среднем за неделю, за месяц и так далее. Есть выборка по разным подразделениям и так далее. Вот здесь рабочее время детализации сотрудников, где, в какой день, кто, сколько потратил времени. Рабочий отчет. Это формирование уже конкретных отчетов по оценкам и так далее. Роботизация бизнес-процессов. Это функционал, позволяющий автоматизировать бизнес-процессы при изменении статусов определенных документов. К примеру, какой-то документ получил статус «Одобрен». После этого не нужно идти вручную, отправлять этот документ руководителю и так далее. По шаблону автоматизации бизнес-процессов, этот документ автоматически отправится руководителю на подписание. По роботизации бизнес-процессов при интеграции Bitrix24 будет отдельный урок, будет отдельное обучение по тому, как с этим работать. Отдельные бизнес-процессы мы, естественно, сами будем настраивать. CRM-раздел – это раздел по маркетингу. Сделки, контакты, компании, товары, аналитика, заказы и все с этим связанное. Есть разная аналитика по воронке продаж, план продаж, разные сквозная аналитика, отчеты всевозможные и так далее. Все для работы по продажам. Сайты – это возможность опубликовать маленький простой сайт в рамках домена текущего сайта, то есть текущего Bitrix24. Этот сайт может быть наполнен разной информацией, разделами, но информация в основном статичная. Точнее, не в основном, а текущая статичная. Это очень полезно для создания каких-то простых лендингов и прочих информационных ресурсов. Сотрудники здесь регулируются полностью, не регулируются, а полностью отображается вся структура компании, подчиненные, руководители отделов, разные отделы. С этим разделом есть интеграция с 1С, откуда будет выгружаться вся структура компании. База знаний – это функционал создания информационных страниц внутри портала Bitrix24. Они будут выглядеть не как отдельный сайт, а как странички внутри Bitrix24. Это полезно для создания каких-либо статей. На базе базы знаний планируется создание разных информационных брошюр для, в том числе, новых сотрудников. К примеру, новый сотрудник появился в компании, и его можно сразу отправлять в базу знаний. Там, назовем ее, допустим, для новых сотрудников, в которых будет рассказано про внутренний корпоративный этикет и так далее. Все, что нужно знать новичку в компании, можно сформировать в базе знаний. База знаний редактируется как такой вот своего рода сайт, который можно настраивать, редактировать, добавлять страницы и все остальное. Почта – это подключение своих почтовых ящиков для работы из Bitrix24, чтобы не прыгать сотруднику по вкладкам в браузере, а сразу из Bitrix24 проверять и работать со своим почтовым ящиком. Если компания использует свой сервер почтовый, то можно подключить его через IMAP. Если используются какие-то популярные почтовые сервисы, то тут большинство из них уже есть стандартная интеграция. Контакт-центр – это для подключения разных средств для взаимодействия с конечным клиентом и вести с ним переписку из Bitrix24 под видом нативной переписки на конечном сервисе. К примеру, допустим, WhatsApp. Можно подключить номер телефона и ввести с клиентом в WhatsApp переписку. И для него это будет переписка просто именно как в приложении. А здесь сотрудник компании сможет отвечать. Здесь сквозная аналитика по источникам трафиков, источникам элитов для сделок. Сейчас тут демонстрировать нечего, потому что это демо-сайт и в нем информации практически нету, на которой можно было бы что-то продемонстрировать. ЦРМ-маркетинг, центр продаж. ЦРМ-маркетинг, центр продаж. Добавляется торговый каталог. Интеграция опять же есть с 1С, Bitrix и с 1С, Bitrix24. И 1С, Bitrix, управление сайтом, простите. И весь учет по работе магазина, складской учет, покупатели, кассы и так далее. Телефония – это раздел, в котором можно подключить IP-телефонию для того, чтобы производить звонки на номера абонентов, конечных клиентов из CRM-маркетинг. Для того, чтобы подключить IP-телефонию нужно будет заключать договор с отдельными провайдерами услуг IP-телефонии. И большинство из них уже интегрированы в Bitrix24, поэтому проблем это не составляет. Бизнес-процессы – это раздел, в котором формируются бизнес-процессы по определенным шаблонам. К примеру, вот здесь сейчас уже выполнен бизнес-процесс по оформлению отпуска сотруднику. Сотрудник подает заявление на отпуск, и руководитель отдела, в данном случае я сам себя отправил в отпуск, согласовывает документ. Сами бизнес-процессы имеют очень широкие возможности, имеется возможность подключать к процессу файл документа, к примеру, именно электронный вариант документа, физический скан документов PDF. Есть возможность подключать через отдельный модуль, он не включен в штатный функционал, электронные подписи, для того, чтобы передать этим документам правовой статус больше. В целом, по базовому функционалу здесь мы более-менее закончили, и я думаю, можно заканчивать.